Для меня Маша является ярчайшим завершением Серебряного века. Маша написала более 40 сборников стихов. Если не знаешь ключа к этим стихам, то понять их со стороны очень сложно. Маша – это кибернетика в чистом виде, в поэзии. Она была очень требовательной, требовала от людей того же самого, что и требовала от себя. Елена Фанайлова Неурочное солнце На московской книжной ярмарке «Нонфикшн» был представлен вышедшего издательства «Петрополис» трехтомник Марины Доли, киевского поэта, переводчицы и соистки к 70-летию со дня ее рождения. Она не получила достаточной известности, хотя была яркой фигурой культурного андеграунда, дружила с художником Вудоном Баклицким, у наследия которого не так давно рассказывала «Радио Свобода». Более 40 стихотворных книг и циклов составляют два первых тома. Третий – это статьи, рецензии, инсценировки, воспоминания друзей. Собирал и редактировал трехтомник под названием «Неурочное солнце» доктор филологии Сергей Буров, литературовед, специалист по серебряному веку и русскому модернизму, творчеству Бориса Пастернака и Абриутов. Он близко дружил с Мариной Долей и выполнил данные ей обещания издать ее книги. Разговор записан в московской студии «Радио Свобода». Звучат стихи в исполнении самой Марины Доли, запись сохранилась в архивах друзей. Вот книга, эпиграф. Меня найдет, и я найду глубокий смех и говор, Но этот лад и даль и дол казались приговором. Ко мне приходят, и вхожу в чужие оболочки, Но этот хор и грай, и хлам отряхивают строчки, И все во мне, и я для всех, колдунья, прощелыга, Живет одна, живет одни, несписанная книга. Сергей, вы затеяли, на самом деле, довольно амбициозный проект. Это трехтомник, это огромная работа. И нам нужно, видимо, для начала сказать о том, кто такая Марина Доля. Почему так получилось, что на протяжении ее огромной и плодовитой творческой жизни Почти не было публикаций, почти не было какой-то критики? Как вышло так, что человек, в общем, с довольно крупным художественным сознанием Остался практически вне публичного поля? Ну, Марина Доля попыталась начать печататься еще где-то в середине 80-х. Мне на глаза попадались некоторые ответные письма редакторов, например, «Нового мира», еще каких-то толстых московских журналов с отказами. Причем тут же мне попадались стихотворения, которые она посылала. Они, кстати, вошли в трехтомник. Отзыв звучал примерно так, что это не совсем самостоятельно, указывалось на литературность ее, стиле, если можно так сказать. И к концу 80-х Маша разочаровалась в таких посылках стихотворных подборок, перестала фактически это делать. Это совсем не значит, что она не хотела печататься. Она была готова отдавать любое количество стихотворений или даже прозы. Например, с киевским поэтом Рафаэлем Левчиным они предприняли публикацию серии статей в киевском журнале «Людыный свит». Эту публикацию с помощью Татьяны Пахаревой и ее аспирантки мы вытащили из библиотеки, и она тоже вошла в третий том. Это примерно 6-7 статей. А можем тогда чуть подробнее, о чем они писали? Это была их такая дискуссия друг с другом? Что обсуждалось? В основном это был диалог двух творческих людей о живописи, причем о мировой живописи. Любопытно, что в мировую живопись они подключали и киевских художников, в то время никому неизвестных, например, Вудона Баклицкого или Юрия Никитина. Но для них это было совершенно органично и сейчас, и для меня, допустим, это тоже органично, потому что и Баклицкий, и Никитин занимают очень серьезное, на мой взгляд, место, ну, по крайней мере, среди знатоков. Я бы тут прокомментировала, что Вудон Баклицкий работал в стиле, скажем так, экспрессионизма, а Никитин, скорее символист, он работал на фильме «Грися», «Черная курица», художником-декоратором. И оба они совершенно выпадали из советского художественного контекста, из того, что было приемлемым, принятым. И в этом смысле я понимаю, почему Марина и Рафаэль, который потом уехал в Америку... В Чикаго он уехал и там умер в 2012 году. Там он продолжал тоже свою редакторскую деятельность. Значит, я понимаю, почему они выбирали этих художников, как мне кажется, потому что они видели в них своих. Вы сказали о том, что «Марийные стихи» не хотели печатать. Да я думаю, что прежде всего её эстетика была непонятна редакторам. Они не считывали её. Она была человеком глубоко укоренённым в идеях Серебряного века, в идеях межвоенного модернизма, а это не считывалось вообще. Тут можно добавить, что их разговор о живописи, это был разговор именно о религиозной живописи. И в основном о средневековой западной живописи. То есть они прекрасно ориентировались во всей толще культурного контекста европейского. У меня было желание снабдить эти статьи теми же самыми иллюстрациями, которые были опубликованы в безобразном чёрно-белом виде в журнале «Люденый свит». Но понадобился бы ещё отдельный том, наверное. А вот интересно, люди жили в закрытом советском мире. Откуда у них были такие знания в области мировой живописи? Это были какие-то альбомы? Откуда это всё появлялось физически? Конечно, была огромная библиотека дома. Маша никогда не ходила в библиотеку. Она пользовалась, ну, что называется, кто что принесёт, и кто что купит, или она купит сама. Муж её, Илья Чинцов сначала покупал, потом иногда Андрей Мурашко, второй муж. В основном это была домашняя библиотека. В основном дарили друзья альбомы. Я, например, один раз принёс ей огромный альбом «Перасмане». Кто-то ещё принёс такой же огромный альбом «Перасмане». Как это физически появлялось в эти годы? Я представляю себе российский контекст, и он был очень скуден для того, чтобы найти какой-то приличный альбом по западной живописи. Приходилось тратить немыслимое количество времени. Мы даже ходили на специальную толкучку, где продавались диски, то есть пластинки за треть зарплаты тогдашнего инженера. И продавались вот такие альбомы, изданные, может быть, в Польше, в Румынии, в Чехии, то есть в Чехословакии тогдашней и так далее. И была ещё подписка на польские и чешские художественные журналы, откуда тоже много информации. Ещё в магазин «Иностранная книга», где тоже появлялись альбомы. Свой первый альбом «Прерыв элитов» я купил именно там. Но они были и в Москве, и в Киеве, и везде, в крупных городах. Но Маша туда не ходила, поскольку состояние её кошелька оставляло желать лучшего. И потом она была настолько увлечена какими-то своими внутренними творческими процессами, что специально, как эстет, интересоваться каким-либо художником, просто так, ей не приходило в голову даже. Она интересовалась им, поскольку сейчас он входил в контекст её интересов. Маэстро, сыграйте лучину, пустите слезу по рукам. Какая случилась причина копелью катить по щекам и выйдь над вечерней колодой вальяжных валетов и дам, когда вызывает погода сухими костяшками рам, когда проходными дворами под окнами детских сердец поманит, нестройно поманит, бубновый босой бубенец, и мира чужого личину не страшно в руке удержать. Маэстро, сыграйте лучину, такая вокруг благодать. У неё при этом была и домашняя коллекция жилописей. Основной корпус — это Баклицкий и Никитин, и какие-то ещё работы появлялись. И, безусловно, ну, я думаю, что вы правы, это мир религиозного символизма. Её мир вообще пронизан символизмом, символикой и многочисленными культурными отсылками, к этой символике. И таким образом, мне кажется, живопись для неё была таким важным источником вдохновения. Я иногда про себя называю коллекцию картин, которая была у Маши, передвижной выставкой. Год от года эта коллекция менялась. Оставались какие-то картины, которые были дороги её сердцу, но остальные дарились, отдавались, исчезали, снова какие-то появлялись, приходили. Никогда картины не продавались, никогда. Это не был предмет измерения в денежном эквиваленте. Это был предмет. Играет оно сегодня с душой или не играет? Если не играет, можно спокойно отдать и подарить. Маша дарила очень много картин. Вот в этом трёхтомнике в каждом из трёхтомов представлено больше десятка в каждом томе картин Баклицкого. В основном это картины, которые не вошли в альбом, составленный киевской художницей Еленой Голуб. Она несколько лет назад составила такой альбом из произведений Николая Трегуба и Удона Баклицкого. В этот трёхтомник вошли в основном картины из трёх коллекций. Из моей, Ольги Васильченко и Андрея Васильченко, и Дмитрия Фиалкова. Картин на целую выставку. Две из этих коллекций находятся в Киеве. И соединить их вместе невозможно. Вот оказалось возможно соединить только в рамках одного издания. И они являются значимым, серьёзным дополнением к текстам Маши, потому что многие стихотворения взаимодействуют с картинами. У Маши есть сборник, написанный после смерти Баклицкого в 92-м году, «Сиротские песни». Она специально просила издателей иллюстрировать его картинами Баклицкого, которые тогда невозможно было передать в цвете. Их передали в чёрно-белом варианте. Я думаю, что включение в издание и картин Баклицкого и Никитина соответствовало бы воле Маши. Ей бы это понравилось. Как филолог, вы можете охарактеризовать её стиль? Вот что вам наиболее близко? И что, может быть, вы считаете наиболее значительными её поэмами, циклами? Стиль охарактеризовать и легко, и сложно. Я боюсь, что мои оценки будут казаться слушателям сильно преувеличенными. Для меня Маша является ярчайшим завершением Серебряного века. И она сама смотрела на своё творчество именно как на финиш такой. Очень значимый финиш, пусть даже не публикуемый теперь. Когда умер Бродский, мы с Андреем Мурашко, с её мужем, как раз были оба дома и были свидетелями её реакции на эту смерть. Было ощущение, что у Маши всё рухнуло внутри. Она сказала, что я теперь осталась одна. Её самооценка вот такова. Она следующая после Бродского. Никого она не видела после Бродского, кроме себя. Повторяю, со стороны может показаться преувеличением, но на самом деле это не так. Маша написала более 40 сборников стихов. Есть очень большие целые книги. Например, одна из книг написана по мотивам Алисы в «Стране чудес» и Алисы в «Зазеркалье». Другие совсем коротенькие из трёх-четырёх стихотворений сборники. Тем не менее, это целостность. Выделить какой-то из них очень сложно. Но вот Андрей Мурашко считает, что День Святого Иоанна – наиболее совершенная вещь. Пожалуй, я с ним соглашусь, но я могу точно так же называть ещё по списку просто. Каждый по-своему прекрасен. Меня поразило вот что. Маша в последние годы занималась историей гибели царской семьи. Она целый сборник посвятила этой гибели. Если не знаешь ключа к этим стихам, то понять их со стороны очень сложно. Я не скажу, что она намеренно зашифровывала. Она так чувствовала, она так видела. Она, как Мандельштам, хватала с полуслова и считала, что сапиенте сад, понимающему достаточно. Есть читатель, который понимает ситуацию. Он с лёта поймёт эти стихи. Понятно, что такие стихи, конечно, нуждаются в комментариях. То есть в трёхтумнике я попытался сопровождать все стихи и комментариями, насколько это было возможно по времени и по моим силам. Я понимаю, конечно, что нужна целая бригада литературоведов, чтобы это всё поднять. Я думаю, что русскому литературоведению предстоит огромная работа по прочтению Марины Доли. Ну, я тоже на это надеюсь, потому что мне, конечно, всегда казалось странным, что настолько яркая фигура, настолько талантливый человек и столь плодовитый автор остаются вообще в какой-то невидимой зоне, в зоне недоступности для читателя. У вас есть какая-то версия? Вот мы заговорили про то, что в 80-е её просто толстые журналы не принимали, потому что считали слишком литературной. А что происходило дальше? Если говорить о политических каких-то приоритетах, Маша не была связана с диссидентством, хотя с некоторыми людьми, связанными с этим движением, она поддерживала очень даже плотные отношения и обсуждала многие проблемы. Текущие проблемы, вообще проблемы власти, строя и так далее. Но сама никакого активного участия в этом не принимала. Она скорее брезговала политикой. Брезговала или оставалась равнодушной. Однажды, когда исполнилось 70 лет советской власти, как раз 7 ноября, мы с Машей ходили ночью по улице и искали собак, сбежавших. Две их было? Да. Всё Майгеша. Она в то время написала стихотворение, которое мы с ней напечатали. Я печатал на машинке, она диктовала. И для меня остались непонятными строки. А сероватый лик калмыцкого лица уже не растопить ни речью, ни наречием. Я её спросил, Маша, что это за калмыцкое лицо? Что это за сероватый лик? Ну как говорит? Наш любимый Владимир Ильич. Я говорю, а почему сероватый? Да потом ты посмотри, говорит, он везде серый. То есть тут ничего выдумывать не надо. Он посерел не от времени, а от того, что сам был серостью. Достаточно вспомнить бердеевские оценки Ленина, его интеллектуального облика, уровня интеллектуального. И станет, в общем-то, понятно. Кстати, есть версия, что Маша потомок Бердяева. Я только хотела сказать, что она страшно интересовалась же Бердяевым. Читала его, она вообще любила русскую религиозную философию. И именно начало века. А вот эта версия о том, что она могла с ним состоять в родне, она по какой ветке? Скорее по отцу. У неё же там польская кровь присутствовала. Там польская, молдавская, русская. Казачьи корни. Но она себя чувствовала... Она написала строчку «Четыре правды вам не текут». «Четыре правды и два проклятия». То есть это о своём роде она написала. Интересно, что она считала проклятием. Надо читать её. Всё есть в стихах. То, что поэт говорит вслух, в быту, это не совсем то, что он оставляет в стихах. Закладка. Не урочное солнце. Трёхтомник поэта Марины Долин на книжный ярмарь кинофикшн. Мы вернёмся после объявлений. Моё почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времён и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что он создаётся и публикует с музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях. Неурочное солнце. Трёхтомник поэта Марины Долин на книжный ярмарь кинофикшн. Ирландская лошадь. Сегодня некогда. Сегодня будет ветер сбагляных пустошек, и обо всём на свете на этом позабуду. У ворот трава по скулу. Дым копытом бьёт старинный друг, я помню. Возвращаться пора к себе, а время ассигнации чудес костыльных рабского сиротства оставить тем, кто посидел в её родстве, как пыльный плащ за дверью на гвозде. Я бы сказала, что ещё одна важная вещь, а наши слушатели уже должны понимать, что мы говорим о поэте глубокому, мыслителе, о человеке чрезвычайно умном, критичном, анализирующем действительность. И с точки зрения своего знания, в том числе, а Маша была математическим лингвистом, что крайне важно для людей того времени, потому что для неё фигуры Хомски не были пустым звуком. Для неё все наработки структурализма европейского не были пустым звуком для неё уже в молодости. То есть это поэзия, и интеллектуальная в том числе, моё такое ощущение. Есть у вас комментарии? Ну, поэзия, её очень структурно. Сохранились в черновиках, в рукописях схемы сборников, которые она рисовала. Например, некоторые схемы, построенные по системе Зодиака. Некоторые сборники построены с использованием нескольких схем. Это и Зодиак, и каббалистические некоторые схемы. Ну, я уж не говорю там, что в качестве кода она могла использовать, допустим, факты биографии Булгакова. Маша — это кибернетика в чистом виде, в поэзии. Я бы сказала, алхимия. Тут ум и чудо соединились вместе и дали какую-то невероятную трансформацию. Алхимией занимался, ну, как занимался? Увлекался и Юра Никитин, у которого масса алхимических мотивов в живописи. В конце концов, даже я занялся алхимией. И написал книжку об алхимию Пастернака. Я думаю, что эта часть Машиного влияния тут сказалась. Конечно, она была человеком невероятно вдохновляющим. В разговорах с нею ты становился другим. Это как раз тот случай, когда она как собеседник поднимала тебя до себя и заставляла мыслить на очень важные темы. Она была человеком вообще не бытового сознания. Она как будто из другого мира к нам пришла, не побоюсь вот такой формулировки. И, возможно, её интерес ко всякой эзотерике, он тоже оттуда. Это очень глубокий внутренний интерес был. Вообще, я скажу, что она просветляюще воздействовала на людей, на очень многих. Но интересно, тут другое может быть. То, что когда она знакомилась с людьми, я не раз это наблюдал, многие люди после первого раза отскакивали от неё. Они не выдерживали внутреннего напряжения и вот этого рывка, вот этого вытаскивания человека к свету куда-то вверх. Но у многих других это вытаскивало выше, к свету, дальше, к поэзии. Она была требовательным собеседником и другом. Но если она тебя выбирала, то она очень верный человек. Очень, да. Она могла быть несправедлива. Она была очень требовательной. Требовала от людей того же самого, что и требовала от себя. Не все люди это выдерживали. Многие испарялись с горизонта. Многие уходили. Ну, не многие, но некоторые со скандалом. Некоторые возвращались. Маша любила повторять, поэт – это катастрофа. Ну, я думаю, что... Частично это относится и к ней самой, несмотря на то, что ее дом – это дом, открытый всегда. Это дом, где обсуждают картины, спектакли, музыку, фильмы просмотренные. У нее же и к кино была тоже своя страсть. Она очень любила Параджанова, если я правильно помню. Была с ним знакома. Они с Андреем Мурашко были в Грузии, у Параджанова, беседовали с ним. Андрей написал в воспоминаниях, вошедших в третий тонн о своем визите к Параджанову. И Сокуров. Да, и с Сокуровым они были знакомы. Не знаю, у них было короткое знакомство. Лучше, конечно, Андрей бы об этом рассказал, чем я. У них даже, по-моему, была какая-то переписка. По крайней мере, Марина подарила ему свои стихи. У них есть стихи Сокурову, да. Они тоже вошли в трех тонн. Это к вопросу о ее богатой визуальности, о том, как она питалась этой визуальностью. Конечно, такие крупные художники не оставляли ее равнодушной, безусловно. Она, мне кажется, Сергей, одной из очень важных фигур вообще богемной киевской жизни того периода. Я не очень хорошо ее знаю. Я могу только реконструировать по своим кратким визитам в Киев. Вокруг нее всегда были очень интересные люди из разных сфер. Вы и диссидентов упомянули, и какие-то иностранцы бесконечно, которые интересовались литературой, и девушки-переводчицы, и все такое. Некоторые девушки из-за рубежа, из Англии, в частности, пытались даже... Я не хочу прям так их упрекать в том, что они пытались сделать филологическую карьеру на машинных стихах. Но когда они сталкивались с машинным напором, с ее требовательностью, то отскакивали очень быстро. Никто из них так и ничего и не написал в итоге. Ну, это тоже говорит о чем-то. О времени как раз в тот момент, собственно говоря, а мы говорим сейчас о конце 80-х и начале 90-х, как я себе помню, интерес к словистике начал падать просто потому, что железный занавес открылся, и другой политический контекст у словистики возник. И, возможно, и в этом тоже проблема того, что вовремя она прочитана не была. Маша как поэт? К сожалению, да. Наверное, ей нужно было бы публиковаться где-то в 90-е очень активно. Но этого не произошло. Маша не была человеком, пробивающим свои стихи куда-то в прессу. Вокруг нее тоже не было издателя, который бы сказал, Маша, ты пишешь, я публикую. Я пытался какие-то вещи публиковать в газетах. Ну, что такое газета для стихов? Это пустой звук. Сегодня есть, завтра нет. Один раз мы с ней сделали даже интервью. Оно было опубликовано, оно вошло в третий тонн. Она много говорила о религии. Тогда ее очень интересовала текущая религиозная ситуация межцерковная, межконфессиональная. Она говорила очень правильные вещи. Сейчас, когда я занимался, редактировал интервью, я понял, что они совершенно не устарели. Если мы перенесем их в нынешний украинский контекст или российско-украинский контекст, то, в общем-то, они звучат не менее актуально, чем тогда. Я думаю, что Маша просто занималась своим делом. В какой-то момент она для себя, скорее всего, решила, что не будет тратить энергию на публикаторскую активность. И потратила все ее на творчество. Для нее творчество было на первом месте. Все остальное на любом другом. Я позволю себе немного с вами поспорить, когда вы сказали, что ее не интересовала политика, или она не хотела этим заниматься. Скорее, не хотела заниматься. Но политическая ситуация, она ориентировалась абсолютно идеально, потому что она для нее была человеческая. Я прекрасно помню наши первые разговоры. Они были вокруг Чернобыля. Мы познакомились с ней через несколько дней после Чернобыльской катастрофы. И потом, когда я приехала через год, она рассказывала про пострадавших детей, про женщин каких-то. Это же и очень сильно волновала эта тема. И что касается вообще советской власти и грехов коммунизма, она была абсолютно бескомпромиссна в этом поле. Она терпит немало эту фальшь и ложь, которая звучала с экранов в эфире, что все хорошо, все здоровы, никто не болеет никакими болезнями, связанными с Чернобылем. У меня в Киеве был знакомый врач, занимавшийся рентгеном. Он стажировался в Японии. Японцы приезжали, брались за голову от киевской ситуации. Вот для меня ее, эта чернобыльская травма, как там, связана навсегда с ее образом Киева. Еще тут нужно поговорить о том, что она такая киевоцентричный человек. Город входит в ткань ее стихов. Даже если не напрямую он появляется, то ты видишь, как структуры этого города просто подпитывают структуру ее текста. У нее есть сборник «Киевские сны», и в нем есть стихотворение «Колыбельное киевским детям». Там она говорит, что детей предали все, кроме природы, кроме деревьев, кроме птиц. А люди предали своих же детей. Вот это ее отношение к чернобыльским детям. И она по сей день ничуть не изменилась. Ситуация и взгляд на Чернобыль у меня, по крайней мере. Возможно, она сама себя чувствовала таким ребенком. В ней при всей ее жесткости, как мы с вами уже сказали, и том, что она такая хозяйка дома, в материальном смысле хозяйка, чисто, красиво, вкус отменный у человека. И такая взрослая женщина, она, мне кажется, вот очень много детского в себе сохранила. У нее непосредственность детская была. Эта непосредственность чувствуется через любое стихотворение, через все, что она писала, говорила. Она не играла никогда. Несмотря на то, что она работала в театре, для нее игра была совершенно чуждым чем-то. Она говорила, как жила. Для меня до сих пор странно, что мы о ней говорим в прошедшем времени, потому что у меня ощущение, когда я слышу ее голос в записи, как будто ничего не происходило. Не прошло многих лет, как будто мы только что расстались. Я вышел за дверь, встал на ней говорить. Я составлял этот трехтомник с ощущением таким, что Маша сейчас войдет, возьмет в руки и скажет свою оценку. То есть для меня это был высший критерий. И при составлении, и при комментировании. Потому что я написал вводную статью и написал комментарии в этом трехтомнике. И в третьем томе постарался всех друзей попросить написать воспоминания, что, собственно, и было сделано. Это очень хорошо, то, как было все написано друзьями. Но я скажу вам, что ничьи воспоминания не вызвали у меня отторжения или неприятия. Каждый видел свою Машу, каждый написал абсолютно искренне, честно, так, как оно в реальности было, то, что каждый человек запомнил. Кому-то запомнилось, как болела Маша, как трудно с ней было. Кому-то запомнилась Маша, знаю, читающая стихи. Кому-то в театре. Отблеск второй. Ни музыки, ни жаль. Но жаль твоих утрат, затейливая ночь, свивающие встречи. Чтоб были, как жилось. Мы жили наугад. Кто скажет, где нам быть, когда расплющит свечи твой цинкевый рассвет с повадками творца? Но утренника ждут, и в детской не перечат. А сероватый лик калмыцкого лица уже не растопить ни речью, ни наречьем. И входит тишина настойчивых услуг, отчетливых затей, устойчивых стараний. Но в детских словах ушел степичный звук, и дерево коня готовится к скитанию. Есть прозаическая часть в третьем томе. Что там? Пьесы, статьи? Третий том состоит из статей. Это вот упомянутые уже статьи, написанные все авторские с Рафаэлем Левчиным. Это статьи самой Маши, написанные Еве и только Еве. Это инсценировка поэмы «12». Там ничего машиного нет, кроме комбинирования блоковских цитат. Есть еще инсценировка Рея Брэдбери «451 по Фаренгейту». И две пьесы. Одна пьеса составлена с использованием практически всего корпуса текстов Михаила Афанасьевича Булгакова. От «Белой гвардии» до «Мастера и Маргариты». Пьесы, мелкие прозаические вещи. В общем, это весь Булгаков, которого Маша носила с собой, любила, обожала, жила им. И, наконец, пьеса, язык не поворачивается назвать, это компиляция. Это полноценная пьеса, персонажи которой говорят стихами Ахматовой, Кузьмина, Мандельштама, Блока. То есть, фактически, это то, что мы сейчас называем Серебряным веком. Для Маши это была не история литературы. Это были живые люди, которых она и называла по имени-отчеству. Так, словно они только что вышли за дверь, и они еще живы, а это мы чего-то не понимаем. То есть, вот эти пьесы, статьи и половина тома – это воспоминания. Плюс там то, что я называю техническая часть, аппарат, издание, указатели всякие, оглавление, ну и прочее, прочее. Это, конечно, огромная работа. Сергей, что было самым сложным, может быть, в этой работе? Самым сложным было сказать себе, что я собрал все, что можно было собрать. Собирать это все было чрезвычайно тяжело. Что-то осталось у меня многое, большая часть того, что напечатано. Осталось в совершенно разношерстных распечатках. Что-то осталось в рукописях. Тетради эти дарила Маша мне лично. После того, как они уже были распечатаны на машинке и пошли, что называется, в народ. Тетради, оказывается, ей не нужны некоторые, не все. Их было много тетрадей. Куда они делись, доискаться невозможно. Но ни у кого из запрошенных мной друзей не оказалось практически ничего. За исключением Оли и Андрея Васильченко, у которых нашелся даже один утраченный самой Машей сборник. К счастью, эта вещь нашлась. Андрей и Оля Васильченко дали несколько сборников. Они предоставили инсценировку по блоку. Она считалась потерянной. Надо сказать, что, в общем, основным принципом работы Марины Борисовны был классический самоиздат. Все писалось, распечатывалось, раздавалось друзьям, какие-то копии у них хранились. Но это был не тот классический самоиздат, который мы знаем, вот Владимиру Эверлю, да. Это не тот случай. Марина никогда не делала самоиздат фактом публичного обсуждения. Не политизировала его. Для нее это была просто раздача того, что она только что сделала друзьям, знакомым, желающим. Вот это удивительная какая-то скромность самопрезентации и в то же время понимание величия замысла. Во всей ее технологии жизни, в ее существовании как поэта, мне вот это противоречие всегда казалось самым невероятным. Она действительно очень крупная фигура и при этом настолько минимальная или минималистичная самопрезентация. Мне кажется, что тут, конечно, и в гордости ее во многом было дело. Она боролась со своей, даже не гордостью, а, как она считала, гордыней. Гордыня была сильнейшая, конечно. А как иначе? Она прекрасно понимала себе цену. Это совершенно естественное и нормальное чувство. И все, кто прочитает, читал Машу и сталкивался с этой гордыней. Вполне адекватно это оценивали. Это нормально было. «Неурочное солнце» – трехтомник поэта Марины Доли на книжный ярм кинонфикшн. Рассказывал редактор и составитель трехтомника литературовед Сергей Буров. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok